Забавно, мое производство всего работает. Во-первых, у меня до черта песка, который хорошо бы экспортировать сюда стекло. Кстати, помнится, было много хороших способов делать силикон. Силикон мне нужен для того, чтобы делать ешечку. Силикон, нет, пенбол, пенбол, силикон. Только пережаркой кварца. Хорошо, только пережарка кварца. То есть надо майнить низер. Здесь у нас здесь у нас все хорошо, здесь у нас тоже все хорошо. Угля нету, поэтому я использую этот перетиратель для производства стекла. И, кстати, все вот эти штучки стоят с апгрейдами на вторичный продукт, поэтому у меня очень много флинта. То есть прям вот это на каждый четвертый песочек у меня один флинт. Классно. Так, значит, что вот этот тоже надо закинуть сюда. Крути. Кстати, зачем флинт? Вы не поверите, но если его перетирать в крашере, мы получаем gunpowder. А если перетирать gunpowder, опять же, в chemical injection, нет, в enrichment, нет, в chemical injection, мы получаем серу. А если серу окислять, то мы получаем серный диоксид, из которого триоксид, из которого серная кислота, и это путь в упитерение руды. Но я туда не пойду, слишком муторно. Нет такой руды, которую я хотел бы упитерять. Чем можно продолжать заниматься? Можно попробовать сделать себе из полуха, убедиться, что оно хоть как-то работает, energizing rod. Вот такая штуковинка. Я смогу себе... У меня вот этих вот нету. Есть вот эти вот? Есть. Я себе сделал немножко energy кабелей, но не стартерских, а вот таких вот. Ну, просто чтобы поиграться. Следующий energy кабель требует вот этот композитор, который делается из energized steel, для которого нужен, собственно, вот этот вот energizer. Я думаю, что одного же достаточно. Так, его можно проапгрейдить при помощи блоков кварца и двух вот этих штуковинок. Фига себе, у меня нет кварца. Туда же я весь кварц-то делал. И откуда у меня два четырех мегабайтных диска? Такс. Вот эта штучка. И у меня более проапгрейдный energizer. Как он обгрейдится дальше? Дальше нам нужны хардовый композиторы, которые делаются из energized steel. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужен gold и iron. Давайте попробуем поиграться с этой штукой. Допустим, она стоит здесь. Это energizer. Также нам для нее нужен какой-то... нет, не а ели, а первая. Где эта штуковина, которая нам для нее нужна? Да. Я даже не знаю, как она называется. Display или stand? Stand. Нет. Сейчас найдем. Никогда бы не догадался, что штука называется Energizer Orb. И делается не то, чтобы сложно. Я ходил к стене для того, чтобы на фоне стены было виднее то, что у меня есть в GAI. Energizer Orb. Одну штучку, пожалуйста. Устанавливаем это сюда. А теперь вот эта штуковина соединена вот с этой, очень надеюсь. Берем себе кусочек золотишко и кусочек железишко. Железико. Чпок. Процесс пошел. Процесс идет. Ой. А так нельзя, да? Только вот так можно. Ой-ё. То есть нужно устанавливать именно тот самый рецепт, который должен быть на этой штуковине. Жаль, жаль. Готово. Мы себе сделали два кусочка вот этого, что позволит нам усилить вот эту штуковину. Чем она мощнее, тем быстрее происходит вот этот процесс. Забираем барахлище, забираем вот эту штуку и идем ее апгрейдить. Так. Для того, чтобы ее проапгрейдить, нам нужны Hardened Compositor, которые делаются... Hardened Compositor делаются из... У меня кончились... Что? У меня нет вот этих вот штуковинок. У меня кончились вот эти штуковинки. Окей. Но хорошо. Два Hardened Compositor как раз ровно столько, сколько надо. Апгрейдим нашу штучку. Опять нам нужен блоков Quartz. Апгрейдим нашу штучку. И она становится... Energizing Road Hardened. Для того, чтобы проапгрейдить эту штучку, нам надо... О-о-о. Какая проблема? А нет. Нам нужен всего лишь Blazinette. Blazinette делается из четырех Blaz Powder или одного Blazerod. Окей. Это намного проще. Blazerod. У меня, кстати, нет Blazовых семян. Но у меня есть Blazовые спавнеры. Blazовые спавнеры... Давайте произведем эксперимент. Да. Давайте произведем эксперимент. Мы берем Blazовый спавнер. Blaz 200. Так. Нам нужен, наверное, будет сахар. Sugar. И, наверное, нам нужно будет одно драконье яйцо, которое нам не подсильно, не посильно, невозможно, отвратительно, невозможно найти. Так. Где у нас тут центр? Центр у нас где-то здесь. Надо его чем-то отметить. Ни черта не видно. Видимо, придется немножко взлететь. Ага. Здесь у нас 5 на 5. Ну хорошо. 5 на 5. Отключаем. Ставим спавнер. Прям вот сюда. Вот эту штуку забираем. У меня сейчас все в Blazах будет. Делаем его побыстрее. Насколько я помню, полный стэк сюда не втыкается. Включаем эту штучку. Даем ей какой-нибудь энергии. Энергия. Вот это энергия, которую мы можем выдать вот этой штучке. Отдавать все. Правда, штучка не... Они, кстати, спавнятся или что? Должны спавниться. Вот. Энергия не поступает. То есть нам нужно снять вот эту штучку, поставить эту штучку сюда. Сказать, что она все-таки отдает. Поставить провод, потому что... О, процесс пошел. Вот. Теперь энергия... Поступает. Они просто врут. Они просто врут. Такс. Окей. Давайте, кстати, посчитаем. Раз, два, три, четыре. Блейс может заспауниться снаружи. Зараза. Плохо. И, кстати, давайте скажем, что... Дэмэдж дан. Байплеер. И поставим сюда сборщик экспы. И... Такс. Че нам нужно поставить-то еще? Нам нужно поставить факел для того, чтобы вызовы у меня не спавнились. О, экспа появилась. Мне нужно поставить хоппер под это все. Хозяйство. Я очень надеюсь, что хоппер сможет это все собирать. Вот как-то так. Эм. А почему вы заспаунились? Во. Я смогу поставить сюда? Не смогу. Так. Хорошо. Здесь закрываем, чтобы ничего не сломалось. Ну и, в принципе, это у нас такое. Это спавнер блейзов. А что нам теперь надо? Теперь нам сюда нужен Низер Стар для того, чтобы эта штука работала без меня. И немножечко еще какой-нибудь фигни типа шардов. Призмарин шардов. Призмарин шардов. Типа, да. И один Низер Стар для того, чтобы он работал без меня. Низер Стар. Так, мы сделали себе генератор блейзов. Суем сюда немножко вот этого. И немножечко вот этого. Просто для того, чтобы блейзов было больше, 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 больше. А что, нельзя? Нужно что-то другое сюда совать. Спавнер. Спавнер. А как получить спавнер эгг? The capturing enchantment gives monster chance to drop the spawn egg. 0.4 первых левел. Ах, может быть, левелом не вышел. Так, спавнер. А что нужно добавить для того, чтобы увеличить количество... Increase required layer range. Нет. А, ну да. Increase spawn range. Вы изроды. Нет. Мне не надо увеличивать spawn range. Мне наоборот надо... Так. Сейчас день. Они спавнятся не должны. Мне наоборот надо сделать что-то другое. Мне наоборот нужно, чтобы их больше спавнилось. Так. И, собственно, еще один аспект нашей задачи. 8, 9, наверное. 9 на 9 на 9. Чтобы они тут нормально спавнились. Покажите, пожалуйста, как будет выглядеть наша клетка для блоизов. Опять все сломалось. 9 на 9 на 9. Ну... Ага. На единичку поднять. Угу. Поднять на единичку. Точка. Единичка. Так. Включаем. Чпокаем. То, что надо. Ну... Нет. Хм. Я вот что не понимаю. А почему он рисует... Так. Опустить на... Раз. Два. А почему он рисует только половину кубика? Неужели он реально делает только половину кубика? Так. Опустить на двоечку. Значит, четверочка. Не угадал. Прям вот... Ну, вообще не угадал. Давайте сделаем обратно красный, чтобы я видел, что происходит. Включим его. Вот. Ну да. Только половина. Ага. Я знаю, в чем дело. Это плохой. Это плохой, 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 плохой. Очень плохой. Да. Снимаем его. И немедленно его апгрейдим. Это плохой... Этот самый... Филд Проджектор. Его не хватает по мощности. Он же Тир 1. А нам-то нужно... Как минимум Тир 2. Для того, чтобы... А почему... Тир 1. Апгрейдим. До Тир 2. Апгрейдим. Ах ты ж зараза. А давайте мы их сменим. Вот этот вот прожектор. Там, правда, сейчас все в Блэйзах будет. Ребята, а как вы этого достигли? Давайте я вас выключу. Вот этот вот прожектор снимаем. Он как раз хорошего Тира. Вот. Тир 1 ставим. Тир 1. 256 блоков. В него втыкаем... Нет, не 9х9х9. А где он? Куда уехал? Вот этот. У него втыкаем карточку из вот этого. Желтенький. А этот красненький. Чпок. Ему говорим, что... Player Pass Hostile Solid Damage Solid. Окей. Damage с Generic. Player Pass All. Что-то еще нужно было сказать. Не знаю, что ему нужно сказать. В него нужно ткнуться. Ему нужно отдать его выключатель. И вроде то, что надо. Включаем скелетов обратно. Зачем я его выключил? Надо включить скелетов обратно. Ух ты. Вентиляторы делают свое... Знают свое дело. Включаем вот эту штуковину. Они теперь у нас тут начинают спавниться. А где они у нас начинаются? А чего они не спавнятся? Вот они все попали и поумирали. О, все. Процесс идет обратно. Так. Начинаем заниматься нашими вот этими бойзами. Ставим большой. А где он? Только что же в руках был. Итак. Ставим сюда большой. Тот старый. Вот это поле. Отключаем. Shift. Клик. Нет. Во-первых, на тебе будет выключатель. Во-вторых, в тебе будет карточка 9х9х9. Включили. Кликнули. Ооо. А мы отключили. А почему вот это поле не отключается? Давайте возьмем оранжевенький ключик. Shift. Клик. Shift. Клик. 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 Шифт. Клик. Клик. Нет. Клик. 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 Что-то я не понимаю. Вот. Теперь понимаю. Процесс идет. Блейзы дохнут. Можно сделать побольше блейзов. Итак, все-таки что же нужно дать спаунеру для того, чтобы у спаунера Fermented SpiderEye им надо дать. Ну, в общем, процесс идет. Мне нравится. Сейчас мы дадим спаунеру Fermented SpiderEye. У меня есть из чего это делать. Что произошло. Так. Вот эти я люблю хранить здесь. Правда, сейчас здесь вид едет вот сюда. Да. 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 И много. Почему же не проабгрейдился? Аааа. Какой-то дурацкий обсидиан. Ну, вот почему ничего не проабгрейдилось. Что нам надо сделать теперь? Нам нужно сделать Fermented. Fermented SpiderEye. Нам нужно... Ну, давайте возьмем много потом. Ээээ. Типа, у меня вообще нет глаз. Так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ты мне расскажешь? Давай мы тебя сломаем киркой с силк-тачем. И посмотрим, что же ты за штуковина такая. Так. А вот этот вот... Да, ему надо вот это побольше, вот это побольше, вот это побольше. Так. Что-то такое. MinDevay 0, MaxDevay 800. SpawnCount 12. 12, наверное, хорошо. Да. Почему нет? Устанавливаем это обратно вот сюда. И пущай работает. Так, здесь заодно написано, что эта штуковина не пропускает. Распарит. Нет. А, во. Не пропускает свет. Кстати, тому тоже надо сказать, чтобы он не пропускал свет. Ну что, нормально. Работает. Единственное, что стрёмно выглядит. Но ничего, так. Так, у меня есть Бузы. Так, дальше. У меня есть вот этот вот нехороший... Нехороший... билдер, деятельность которого надо исправить. Кстати, о да, у меня же начали появляться вот эти штучки. У меня начали появляться вот эти штучки, которые тоже нужно немножечко поделать. Для того, чтобы сделать себе более быструю вот эту штуку. Кажется, пришло время сделать вот эту штучку. Ещё одну и из этой штучки сделать ещё одну вот такую штучку. А, из этой штучки нужно делать вот такую штучку. Даже две. Забрать вот это. Ну, давай, ты должна была сделаться. Да, проблема с этими штучками заключается в том, что делаются они не быстро. Так, берём вот это, забираем вот это, делаем её ещё быстрее. Для того, чтобы следующий тир делать. Следующий тир... Так, что нам надо? Нам нужно вот это. Следующий тир будет обрядиться ещё медленнее. И, видимо, это как раз место, куда имеет смысл вставить черепаху, что ли. Быстрее получается? Быстрее, быстрее? А почему она... Да, не поняла, куда ей отправлять энергию. Может быть, имеет смысл сделать две таких штуки? Да, наверное, стоит сделать две. Ух ты, а ей не хватает энергии. Да, в этих проводах пусто. Не самые лучшие провода на свете. Забираем. Забираем. Вставим лучшие провода на свете. Так, и вставляем сюда вот эту штучку. Да. 20 килоэрэфов. Можно, кстати, их проапгрейдить, но апгрейдятся они при помощи вот этих вот хардинг-копозиторов. И, как бы вам правильно сказать-то, дороговато, дороговато. Можно сделать очень хорошие провода, но не самые крутые. Так, а почему эта штучка... А, потому что эта штучка уже готова. О! Энергия в ней должна быть до черта. Энергия есть, все нормально, все хорошо. Сделаем-ка себе еще один вот такой вот девайс. Он называется Энергайзер. Энергайзер. Самый простой. Пожалуйста. Вообще ничего не хватает. Да, железико она уже апгрейдит прям вот хорошо. Прям вот, прям то, что надо. То есть, наверное, нужно много таких штуковин. Так, сколько у них? Восемь. А из восьми вот этих вот нам нужны... Нам нужно проапгрейдить вот эти вот. Для этого нужны хардинг-копозиторы в количестве. М. А чего не хватает? Да, вот этих вот штуковин не хватает. А из вот этих вот тоже хардонит. Хардонит, пожалуйста. Хардонит, да. Соответственно, апгрейдим вот эти. Раз. И, наверное, для блейзродов имеет смысл их уже установить. Увидите ли вы, дорогие хардонит штуковины, что я хочу от вас потратить все свои блейзроды? Ну, о, видели. Шикарно. Надо сказать, что мод не очень дешевый. Особенно по времени и по... Прям вот ресурсам на высоком тире. И довольно дешевый, кстати, получился по ресурсам на низком тире. Что, кстати, правильно. То есть, для того, чтобы неэффективно производить вот эти вот энергайзеры, мне нужно прямо постараться. Так, вот этих вот два. А еще нам надо... А все остальное у меня есть. Вот. Что нужно сделать для того, чтобы сделать следующий тир? Мне нужны алмазные. Алмазные делаются из четырех алмазиков. А алмазики делаются из даймондов. Ну, ясно. Мне нужно их 12 штук. Ну, ясно. Ужно. ・